В Ульяновске разработают новый закон об охране зеленых насаждений. За свияжье откроется садик с космическим уклоном. В Инзинском районе построят завод по переработке диатомита. Новые штрафы. Любители костров лесу заплатят государству до 5000 рублей. В Ульяновской области разрабатывается закон об охране и защите зеленых насаждений. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов Министерству природы и цикличной экономики региона. Новый закон урегулирует все вопросы управления муниципальным зеленым фондом. Кроме этого, определит перечень видов зеленых насаждений и режимы их использования, а также порядок охраны и содержания зеленых насаждений, в том числе сноса и санитарной обрезки деревьев. Кроме того, в документе будет присутствовать классификация зеленых насаждений. Проект документа пройдет общественное обсуждение и будет представлен к сентябрю. Уже этим летом жителям Ульяновской области, как и всей России, придется платить штраф за нарушение режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Президентам подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧАЭС предусмотрены не были. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц они значительно выше. Напомню, что на территории региона действует особый противопожарный режим. Богатым месторождением диатомита в Инзинском районе заинтересовалась компания «Диатом Повожье», которая занимается добычей, переработкой и поставкой горной породы. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано с губернатором Сергеем Морозовым. Новый инвестиционный проект по переработке диатомита запускается в Инзинском районе области. Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством, корпорацией развития и инвестором. Диатомит – это похожая на мел, мягкая и рыхлая горная порода с большим содержанием органического кремния. В России разведано 15 месторождений, из них три в Ульяновской области. Инзинское месторождение составляет 20% всех мировых разведных запасов. Диатомит имеет огромное множество сфер применений. Это медицина в качестве носителей каких-то полезных веществ, как энтеросрабенты, в строительстве в виде наполнителей, водоочистки как фильтры, химические промышленности как катализаторы, желтного света, удобрения, кормовые добавки. Новый завод разместится недалеко от месторождения. В промышленной зоне рядом с площадкой датской компании «Скамол», которая также занимается переработкой полезной породы. Объем инвестиций в новое производство составит более 300 миллионов рублей. Планируемая мощность – 50 тысяч тонн в год. Мы не планируем останавливаться на этом. У нас есть уже следующие этапы, куда мы хотим идти, мы хотим развиваться дальше и выходить, выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, мировому уровню качества, для того, чтобы пополнять потребности наших потребителей нашими российскими продуктами. Сегодня доля импорта в десятки раз больше, чем мы, наши производители, производим для наших потребителей. Проект позволит трудоустроить больше сотни жителей Инзы и соседних населенных пунктов. Каждый работник пройдет обучение. Запустить производство планируется в третьем квартале 2020 года. Проект «Поддержка местных инициатив» успел полюбиться многим. Отремонтировать местный клуб, школу или фаб, или же благоустроить территорию на селе. Все это жители могут получить, подав заявку на участие и проявив инициативу. Не осталось в стороне и активная молодежь Инзы, решившая построить сквер в центре города. Кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен в мае этого года, но уже стал местом притяжения верующих со всего Инзинского района. У активной молодежи районного центра появилась идея благоустроить большой пустырь вокруг собора. Активисты сняли небольшой ролик в поддержку сквера и опубликовали в социальных сетях. За день ролик набрал больше двух тысяч голосов поддержки. Дальше – больше. Молодежь приступила к созданию плана благоустройства, чтобы поучаствовать в проекте «Поддержка местных инициатив». Пришли мы в храм, вышли, нам хочется где-то побыть еще пока просто, собраться с мыслями, прийти сюда. И вот нет такого места, где бы мы могли остаться еще немножечко и побыть. Что взрослые люди в возрасте, что молодежь. Проект был одобрен в рамках направления «Молодежные инициативы». С планом благоустройства ознакомили и губернатора Сергея Морозова. Активисты даже запустили конкурс на лучшее название для будущего сквера. Выиграло название «Уголок для души». Организаторы хотят сделать территорию максимально удобной и комфортной для местных жителей. Так на месте пустыря появятся клумбы, цветы, малые архитектурные формы, детская площадка. Будут лавочки, будут отдельные зоны, будет игровая площадка для детей. Также будет фотозона для проведения торжественных мероприятий, например, свадьб. Общая стоимость сквера – 3 миллиона 700 тысяч рублей. Найдено уже больше половины суммы. Благодаря выигранным грантам в других конкурсах, сбору средств и поддержке местных предпринимателей. Оставшуюся часть выделят из областного бюджета. Напомним, по проекту поддержка местных инициатив. Всего в этом году поступила 201 заявка. 84 проекта стали победителями. На их реализацию предусмотрено около 126 миллионов рублей. В том числе 100 миллионов рублей субсидий из областного бюджета. В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт на 20 объектах. Из них 10 по областным дорогам и 10 по местным. На одном участке около села Тушна работы уже завершены. Там установлено освещение. К остальным объектам подрядные организации приступят в соответствии с утвержденным календарным графиком. В Засвежском районе строится новый микрорайон. Там вопрос нехватки детских садов стоит особо остро. К счастью, на улице Александра Невского скоро появится группа для раннего возраста. В чем особенность нового садика и где еще появится группа для малышей, выясняла Виктория Черкова. Наспроект «Демография» утверден 24 декабря 2018 года. С тех пор в стране началось стремительное развитие сферы дошкольного образования. Ключевая ветвь нацпроекта – строительство детских садов. В Ульяновске уже появляются новые объекты. Наша съемочная группа побывала в садике, которого так не хватало жителям Засвияжья. С безопасной площадкой и удобным расположением. Учреждение разместилось на первых двух этажах нового дома по улице Александра Невского. Сад получил интересное название – «Белка и Стрелка». Выбрано оно не случайно. Этот детский сад будет связан с космической тематикой. Даже группы в нашем дошкольном учреждении, они названы не группа, там, например, «Сладкоежки», а «Планета Сладкоежек», «Планета Галактика». То есть дети будут окутаны вот этой тематикой. Молодая мама Юлия недавно вышла на работу. Семья срочно ищет садик для двухлетнего Святослава. При любых попытках пристроить сына мама получала отказ. Проблема нехватки мест решилась в этом году благодаря «Белке и Стрелке». Конечно, очень ситуация плохая с садиками. Нам ничего, грубо говоря, не обещали. Сказали, в лучшем случае мы пойдем после распределения сентябрьских детей. Поэтому мы, конечно, в восторге, во-первых, от самого района. И сад безумно красивый, современный. В районах Ульяновской области тоже решается вопрос дефицита групп раннего возраста. В настоящее время активно ведется строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» города Ульяновска. Также продолжается строительство детского сада на 280 мест с бассейном в городе Барыше. Также учреждения строятся в селах Сосновка и Большой Черклей. В Досвияжском районе города тоже растет большой детский сад. Разумеется, все перечисленные включают в себя группы для самых маленьких. 100% строящихся дошкольных учреждений должны быть готовы к 2021 году. Виктория Черкова, Руслан Батавов, Новости Улправда ТВ. 61 детскую площадку установят в Ульяновске. На установку малых архитектурных форм направят 6 миллионов рублей, сообщают в администрации Ульяновска. Монтаж продлится до 3 июля. В Ульяновске расположено почти 1900 дворов многоквартирных жилых домов. 132 двора нуждаются в полной замене или установке новых детских игровых и спортивных площадок. По минимальному перечню МАФ на это необходимо порядка 25 миллионов рублей. Завтра в регионе ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха составит 27 градусов тепла. Ветер северо-западный – 3,9 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале улправда.ру. До завтра.